Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует Анатольевна на своем канале, где я хочу показать о своем новом увлечении, которым занялось совсем недавно, года два. И насобиралось очень много всяких интересных вещей, с которыми я хочу поделиться с вами, спросить совета, определить какие-то вещи, какие-то винтажные, старенькие или нет. Итак, начну я. В первом своем ролике я рассказывала о том, что я начала потихонечку осваивать сборку бус. И вот сегодня я покажу вам. Это не первые бусы, но это, мне кажется, самое удачное, что я смогла сделать пока за то время, что я этим увлеклась. Они еще не закончены, перебирала я их уже несколько раз, потому что мне не хватало бусин, мне что-то не нравилось. И вот только сейчас у меня уже как бы сформировалась такая идея, что я все-таки хочу с ними сделать. Значит, это вот такие бусы. Собраны они из трех разных изделий. Значит, будут они трехрядные. Это стекло, очень тяжелое, кстати, бусы. Почему не закончены? Потому что, значит, начинала их собирать, и у меня было очень старое такое чехословацкое колье. Вот из таких бусин. Здесь они есть, эти бусины. Ну, вот где-то до сюда, да? До этого места. Значит, и проставочными там были имитация жемчика, такие пластиковые бусины. На чехословацкая застежка такая, на три застегивающиеся. Но это колье было порвано, бусины пластиковые уже все ободранные. Покупала я его тоже, это колье в антикварном магазине. Так мне брусово сказали, ой, возьми там за три рубля. Значит, лежала-лежала. И потом там же я купила вот эту такую вот незаночку из вот таких бусин. Вот они все такие, как будто бы фрукты какие-то, да? Это вот все были такие. Одна такая штучка, похожая на браслет. Значит, и вот я как бы первый раз начала их собирать между собой. Мне, естественно, ну, хотелось вот чего-то такого интересного. Я не знаю, почему. Ну, вот такое видение у меня, чего-то такого, да? Сумрачного и вот радостного немножко. И мне, конечно же, не хватало бусин. И потом у нас на аукционе я на Убай увидела, девушка продавала вот эту незаночку, вот такую просто, да? И я ее, конечно, сразу купила, потому что под фотографией было видно, что они очень похожи, идентичны почти. Только большего размера. Меня даже не смущало то, что они темнее. Значит, ну вот это то, что я так как бы собрала. А вот эти бусинки, когда-то на Алиэкспресс я заказывала. Это такой цветной пластик. Вот, хотя в описании это, по-моему, было стекло. Но они вот такие веселенькие, что вот прям захотелось их сюда вставить. Ну и через, вставленные они через бисеринки. Значит, пока у меня было не созрело идея, теперь уже созрело. Конечно, бусы достаточно тяжелые, и просто их на застежку я не смогу надеть. Мне здесь нужны, конечно, коннекторы, чтобы они вот так шли. Здесь, скорее всего, я еще проставлю такую обжимную бусину. Есть у меня красивую. Ну и застежка у меня от старого колья, этого чехословацкого есть. Ну вот, девочки, такая задумка. Но совсем недавно, когда я купила свой этот ультрафонарик такой, да, вы знаете, что я обнаружила? Что значит здесь есть среди этих бусин урановое стекло? То есть, вот эти бусины, которые, вот четыре их штуки. Да, видите? Это бусины урановое стекло. Очень приятно мне, неожиданно и приятно. Довольно я прям, очень. Потому что у меня еще есть изделия с урановым стеклом, но их очень мало. И я столкнулась с тем, что иногда покупаешь ожерелье, его продают как урановое стекло и даже как-то подсвечивают. Но оказывается, что это пластик. Ссориться не хочется, и поэтому как бы эти покупки накапливаются. Но они не радушны. Всего времени суток. До встречи.